13.06 в Кирове на 101.fm программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева и напротив меня сегодня сидит Азиз Агаев, директор аудиторско-консультационной компании «Бизнес.Информ». Азиз Алиевич, добрый день. Здравствуйте. У вашей компании недавно был юбилей, 20 лет. Я вас с этим поздравляю. Я желаю вам проработать еще несколько раз постолька же, и чтобы у вас все было успешно, хорошо, стабильно и как не в России. Спасибо. Я хочу, чтобы у всех тех, кто с нами работает, у наших партнеров, все было хорошо, стабильно и плодотворно, потому что от того, какова будет ситуация у них, мы будем себя чувствовать аналогично. Ну это всегда так, да? Ну вот давайте про стабильность поговорим в нашей стране, раз уже мы с этого начали. Вот на минувшей неделе мои коллеги Олег Прохоренко и Светлана Занько обсуждали с экспертами из банковского сектора, это Александр Фтюрин, Банк Хлынов и Константин Кропани в компании «Ажо». Как чувствует себя банковский сектор в настоящий момент? И если резюмировать коротко, то доходность депозитов будет снижаться и сейчас снижается, деятельность прогнозировать очень сложно, что понятно в наших экономических условиях, и российская экономика из фазы кризиса уже перешла в фазу стагнации. Вот как в этих условиях чувствует себя кировский бизнес, который связан с производством, с торговлей, опять же, не банковский? Ну, каждый по-разному. Хорошо, что не банковский, потому что вот на московском экономическом форуме Дмитриева сказала, что маржа банковского сектора в два раза превысила их расходы. В то же время я хочу вам сказать, что не банковский сектор себя так не чувствует. То есть, получается, что от политики, которую сегодня ведет федеральное правительство, в большей мере выигрывают банки. Бизнесом чувствует себя не очень уютно. Я думаю, что что касается производственного сектора, там, где речь идет о производстве продуктов, питания, там, где речь идет о военно-промышленном нашем комплексе, то более-менее все хорошо. Но надеюсь, что все будет хорошо и в нашем легендарном предприятии, которое мы недавно отмечали, и сто, и сто, там, пять лет. Первый завод 1 мая, про которого почему-то правители наши забыли. Я думаю, что этот год, дай бог им тоже пережить этот год, потому что на следующий год, думаю, и очень надеюсь, что дела у них пойдут лучше, потому что все равно надо технику железнодорожную, ремонтную обновлять. Ну вот вы сказали, неуютно, да? А что делают предприятия? Они сокращают сотрудников, перепрофилируются, ищут новые рынки сбыта, покупают новое оборудование, наоборот. Ну, прежде всего, самое первое, что обычно делает бизнес в таких условиях, и это делают многие, они сокращают за расходы. То есть, конечно, сказывается это на сокращение расходов на персонал, соответственно, конечно, сокращают людей меньше всего. Ну, насчет того, что нанимают или нет, я бы сказал, что, то есть, каких-то специалистов высококвалифицированных, наверное, кто-то продолжает нанимать. Ну, наверное, это очень небольшая доля, да? Да, это очень небольшая доля. В целом идет сокращение. Что касается инвестиций, инвестиции сокращаются конкретно. Значит, другие, там, когда вы говорите про какие-то там инновации или про новые технологии, ну, наверное, самые-самые дальновидные, и те люди, которые могут себе это позволить, они, да, и я знаю таких-то, они действительно расходуют деньги на покупку новых технологий, и молодцы в этом смысле. Но, в целом, я думаю, что у бизнеса нелегкие времена, ну, выйдут закаленными те, кто останется. А чем отличается кризис 2015-го от кризиса 2008-го? Ой, чем отличается кризис 2015-го от кризиса 2008-го? Ну, для предпринимателей, опять же, для бизнеса. Я думаю, что кризис 2015-го года, он, скорее всего, обнажает всю непоследовательность и неплодотворность экономической политики федеральной. И очень многие проблемы, они являются проблемами нашими внутренними. То есть, проблемы, вызванные тем, что мы неправильно управляем, неправильно распоряжаемся, особенно экономической политикой на территории страны. Неправильные рычаги, неправильные инструменты используем на местах, значит, связанные с бизнесом. Думаю, что мы можем с бизнесом в этих условиях содрать еще одну шкуру. Неправильные инструменты на местах, это вы про налоги сейчас? Ну, в том числе и про налоги, в том числе и про меры поддержки, и так далее, и так далее. А вы чувствуете меры поддержки? Ну, какие-то меры поддержки ведь остаются. Например, на областном уровне мы же знаем, что фонд поддержки предпринимателей продолжает действовать. То есть, на более интересных условиях предоставляются займы. Ну, просто есть такое ощущение, что одна рука дает, а другая рука забирает. Вот это ощущение как раз то, о чем я вам говорю, о непоследовательности политики. Понимаете, хорошо, когда фонд, ну, я бы назвал масштабы финансовой системы страны, наш фонд фондиком или фондючиком, так сказать, да, вот, позволяет нашим предпринимателям получать какие-то там ресурсы. Но я считаю, что фонд должен не представлением займов заниматься, а другими мерами поддержки. А представлением займов должны заниматься банки. И банки должны давать предпринимателям кредитные ресурсы на таких условиях, которые помогают не банкам зарабатывать, хотя банки тоже должны зарабатывать, представляя деньги, а помогать предпринимателям расширять и ставить на ноги бизнес. Ну, и просто очень сложно себе представить, чтобы, да, в текущей экономической ситуации какой-то предприниматель мог взять кредит, например, под 25 процентов. И выжить. И не только... Этот предприниматель, который берет по 20 процентов, он просто, видимо, вырыл себе уже, значит, могилу и просто хочет с этим, с фанфарами туда упасть. Поэтому он идет и берет. И тот, кто ему дает, видимо, хочет поучаствовать вот в этой церемонии падения этого предпринимателя в могилу. И, может быть, даже хочет туда бросить горстку земли. Вот вы говорите с юмором, но я не знаю, то ли смеяться, то ли плакать. Я думаю, что наша сила в том, что мы можем над собой посмеяться, но после того, как посмеешься, всегда начинаешь думать, а что делать дальше? А что делать дальше? Ну, целый ряд мер должно предприниматься. Я думаю, что нельзя просто так сказать, вот, как коллеги из банковского сектора сказали, что вот с нагнацией мы сейчас должны ждать, там, дожидаться, значит, и смотреть, как там... Нет, они дальше не сказали, что надо ждать. Они посоветовали, в какие финансовые инструменты в данном случае людям вкладываться. Там охарактеризовали вкладчиков своих, ну и так далее. Просто это уже специфическая такая банковская тема, я не стала в неё углубляться. Да, да, совсем другая, да. Давайте ещё про Дмитрия Потапенко поговорим. Это такой одиозный бизнес-тренер, бизнесмен, управляющий партнёром... Ну, яркий бизнесмен, скажем, одиозное слово, как бы оно носит у нас всё-таки в русском языке, отрицательная тема. Ну, хорошо, яркий, яркий. Вот недавно состоялось его выступление на Петербургском экономическом форуме. Если кто не видел, обязательно посмотрите, потому что эти 8 минут стоят того, чтобы потратить на них своё время. Я приведу его цитату. Вот он говорит. «Диалог бизнеса и власти в последние 20 лет – это диалог мясника с коробой». Ласково заглядывая в глаза и держа нож под горлом, считает он, просит забыть о бизнесменах, как в 90-е. Бандиты, конечно, были плохие, но налоговая, таможня и ОБЭП существенно хуже. Вот вы с этим мнением согласны? Смотрите, я должен сказать согласны, но при этом я должен оговориться, потому что я знаю и в налоговой, и в таможне и ОБЭПе людей, которые профессиональны и, значит, со знанием дела хотят улучшить ситуацию, но не ухудшить её. А по сути, про диалог мясника с коробой это так? По сути, тенденция сейчас такова. Вот журналисты газеты «Бизнес-новости» в новом номере вспомнили предприятия, которые не пережили 2015 год. Конечно же, они вспомнили самые крупные, те, которые на слуху. Это и Белохолуницкий машзавод, там процедура наблюдения открыта. Это и Слободской хлебокомбинат, который обанкротился. Две крупные управляющие компании Ленинского и Нововятского районов, я не буду перечислять всех, потому что это займет много времени. Как Вы оцениваете, какой процент предприятий, предпринимателей мы потеряли в 2015-м? Можно в процентах от оборотов, в процентах от валового регионального продукта, от налогооблагаемой базы? Как Вам удобно оценить? Ну, я бы от численности отошел предпринимателей. Я думаю, что процентов около 30 по моим подсчётам мы потеряли и продолжаем терять. А дальше, в 2016-м что будет? В 2016-м, я думаю, что, учитывая вообще закономерность, в которой объективные законы существуют, затухание, колебания, и, значит, с учётом этого, ну, наверное, ещё процентов 10 к этому добавится. А те, кто переживут 2016-й? Ну, а те, кто переживут, уже всё будет хорошо, то есть они уже переживут, уже окончательно адаптироваться, они уже будут знать, где взять ресурсы, как двигаться дальше, как финансировать, как устраивать более оптимально свою деятельность. И думаю, что это может дать новое качество нашему бизнесу. А вот Вы лично на Вашем предприятии, что поменяли в связи с кризисом? Ну, в этой ситуации, что мы поменяли, то есть, наверное, что мы предприняли, мы, по большому счёту, в общей тенденции некоторой интенсификации нашей деятельности, то есть, связано это с тем, что мы не сокращаем никого, но мы не подбираем новые кадры. То есть, мы стараемся применить новые методы для того, чтобы тот же объём работы выполнить силами меньшего количества. При этом, конечно, не в таком объёме мы, значит, прибавили заработную плату своим сотрудникам, как планировали. Ну, все к этому с пониманием относятся, потому что нужно, собственно говоря, эти периоды пережить. Мы их переживём, я даже нисколько не сомневаюсь. И, значит, конечно, мы приспособились к новым требованиям заказчиков. А новые требования заказчиков для Вас, они какие? Это увеличение безопасности, учитывая специфику нашей работы, увеличение безопасности клиентов ещё больше, значит, максимальное. Мы теперь немножечко стараемся видеть ещё и за пределами налогового законодательства, то есть, уже предусматривая, учитывая вот то, о чём Потапенко сказал, что может последовать, и в случае чего, каким образом, какое давление с учётом уголовного законодательства будет оказано на клиентов, чтобы предупредить их. Ну, и, соответственно, мы стараемся, как шахматисты, видеть на два-три хода вперёд, чтобы, значит, в своих консультациях по управлению бизнесом, чтобы предусмотреть, значит, возможные возникновения каких-либо ситуаций. А какой вот самый популярный вопрос у предпринимателей, когда они обращаются к Вам за консультациями? Такой есть? То есть, приходят и спрашивают, там, не знаю, как нам выйти из кризиса, или как нам увеличить объём продаж. Вот есть этот запрос один? К сожалению, сегодня самый популярный вопрос у, ну, вновь приходящих, скажем, клиентов заключается в том, чтобы, и, может быть, это и хорошо, не знаю, что, как построить свою деятельность так, чтобы со стороны налоговых органов не было никаких вопросов. То есть, вот так вот, про объём продаж и про кризис, это всё меркнет по сравнению со взаимодействием с налоговыми органами. По сравнению с прессом контролирующих органов, да. Вот Вы знаете, тут наш коллега с Вами, депутат Михаил Конышев, сказал, что мы уже достигли некоего дна, и дальше возможна лишь стабилизация и поиск вариантов выхода из кризиса. Вот про дно согласны? Тут ведь вопрос, смотрите, всё это ведь абстрактно, это наше представление о том, что происходит. Я всегда человек, который старается мыслить позитивно, я всегда думаю, а что нужно предпринять? И вот в ситуации, когда я не вижу, что органы федеральной власти, экономической власти, значит, и не доводят до нас сигнал, что они собираются предпринять, то я думаю, что вот в ситуации, когда многие находятся в неведении, значит, я повторюсь, я уже много раз говорил, да, то есть у нас кризис уже третий год, скоро три года закончится, кризис у нас уже, да, то есть он начался в тринадцатом, продолжался, в четырнадцатом мы наживём, в пятнадцатом, третий год, да. Третий год это, когда мы говорим третий, цифра три обозначает уже среднесрочные перспективы. То есть если в тринадцатом кризисе научился, и мы об этом знали, я говорил уже, ещё раз повторюсь, когда я говорил о том, что правительство должно было, центральной экономической власти и региональной, конечно, тоже, должны были перед предпринимателями и предприятиями раскрыть определённые задачи. И задачи эти делятся на три категории – краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Так вот мы и в краткосрочном периоде не услышали те, значит, задачи, которые поставлены, и как выполнение этих задач будет поддерживаться. Сегодня уже в среднесрочной перспективе живём, и мы до сих пор не услышали, какие среднесрочные задачи ставятся. Ну, задачи государства для самого себя, потому что, мне кажется, задача предпринимателя сейчас – выжить и заработать. Смотрите, если мы будем так мыслить, и если так мыслят на уровне государства, это нам кранты. Потому что государство не должно мыслить задачей для государства. Тогда что такое государство? Что это такое? Значит, народ отдельно, чиновники отдельно? Или народ отдельно, бизнес отдельно? Государство экономической политики может существовать без предпринимателей и предприятий? Ну, конечно же, нет. Вот поэтому, когда я говорю, что они должны ставить, задача-то ставится для всего государства. А в государство входим и мы с вами. Понимаете? И в политической сфере должны ставиться такие задачи. То есть, если мы, например, сегодня какова ситуация? Если мы говорим о том, что у нас есть экономические субъекты, то, извините, кто должен определять-то? Понятно, что каждый в своём бизнесе, вот я в своём бизнесе сам определяю, куда направляться там, да, с коллегами посоветовался и двинулся. Но, извините, а государственный-то, ну как, заказ к моему поведению в чём заключается? Я-то его для себя... Заплати налоги. А вот налоги-то я плачу. Я-то для себя понимаю его и понимал всегда таким образом, что я должен, значит, ну, учитывая там, что мы за фирма там и так далее, что своим клиентам всегда помогать правильно уплачивать налоги. Например, я должен сделать так, чтобы для государства их отчётность была прозрачной. Ну, так и так далее, и так далее. Вот я хочу услышать, мне государство не формулировало эти задачи, понимаете? То есть каждый нормальный предприниматель и каждый нормальный руководитель предприятия, он всегда мыслит себя сразу в рамках государства. А что от меня? Ну, пожалуйста, если вы сегодня спросите, крупняк наш, значит, а какие у них задачи? Они не только про задачи завода вам будут говорить, они будут говорить вам про задачи завода в рамках государства. Понимаете? И каждый из них, например, один из руководителей предприятия на нашем празднике, когда его шутливо спросили про то, как вы будете помогать заменить турецкие помидоры, значит, кировскими, он сказал, что, ну, извините, мы, конечно, с помидорами не можем, как бы, производить, но мы вам гарантируем, что мы обеспечим безопасность выращивания помидоров на территорию. Это было оборонное предприятие. Я уж не буду, как бы, называть, но само по себе, то есть, понимаете, да, то есть, государственная задача в чём, то есть, его видение задачи предприятия, вот это пусть шутливо, но это примерно, вот, как бы, видение. И я, когда говорю, что государство должно нам сказать, среднесрочные перспективы мы должны достигнуть то-то, 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 и те, кто будет способствовать достижению этих целей, я буду оказывать такие-то, такие-то поддержки. А когда мы говорим, что, значит, выделяем, там, условно говоря, там, 2 триллиона рублей банковскому сектору, потому что стабильность надо сохранить, и при этом по отчётам, там, значит, банков, там, на сайте Центробанка я вижу, что, там, маржа банков два раза превышает их, там, затраты, в то время как наши предприятия, значит, живут, то есть, понятно, откуда вытянуты эти деньги, вот эта маржа. Из нас с вами. Правильно. И они обескравливают, обескравливают нашу экономику. Понимаете? И вот таких процессов, кто должен этим управлять, чтобы таких процессов не происходило? Ведь что такое ключевая ставка, и что такое, значит, ставка рефинансирования? Мы можем сегодня по ключевой ставке развивать производство? Не можем. Для того, чтобы развивать производство, чтобы, там, перспективные технологии, и так далее, и так далее, для экономики, для предприятий ставка должна быть максимум 4%. Да, потому что больше в наших условиях заплатить службы. Да и в любых условиях. Если ты хочешь достичь и стать на острие, значит, мировой технологической науки, это максимум. И это зависит от нас. Это не зависит от доллара. Это не зависит от евро. Это зависит от курса Центробанка, от наших экономических властей. То есть, я сегодня констатирую, что... Для себя констатирую, моё сугубо личное мнение, что сегодня экономическая часть правительства и, значит, руководство Центробанка действуют во вред стране. То есть, конкретно нам вредит не Америка, ну, в этом смысле я даже с Потапенко согласен. Нам вредит не Америка, не Европа, и непридуманный враг, так сказать, Турции, которая по-дурацки, там, значит, ведёт себя, и по-хамски, так сказать, ведёт себя, и при этом ещё извиняться не хочет, да. А мы сами себе делаем. Ну, экономические власти страны. И при этом из года в год президент, ну, практически одно и то же говорит этим властям в отношении развития, в отношении экономики, в отношении бизнеса. Вы сейчас имеете в виду послание Федеральному собранию? Да, я имею сейчас в виду послание Федеральному собранию. То есть, для меня послание, оно не то, что как бы для меня, я услышал снова то же самое, что было практически в прошлом и позапрошлом году. Ну, с учётом добавок... И какие выводы для себя вы сделали из этого? Выводы плохие я сделал. Получается, что то, что говорит президент, не выполняется. При этом, то ли ему не докладывают, что то, что он говорит, не выполняется, да, ну, тогда зачем такая армия администрации президента, значит, Федеральной службы безопасности и Федеральной службы охраны, которые, значит, глядя на то, что вокруг делается, и, значит, не принимаются решения в пользу того, чтобы развивать экономику страны, либо, не знаю, какими соображениями руководствуется, если ему докладываю о том, что его поручения не выполняются, какими руководствуется президентом соображениями, мы не можем знать всё, что знает президент. Но, тем не менее, своё мнение и удовольствие мы можем высказывать происходящее. Ну, для этого и существуют, на самом деле, такие программы, как наши. Я напомню, что это особое мнение Азиза Агаева. Азиз Алиевич, вот после рекламы я предлагаю начать с Конституции. У нас 12 декабря Софьет одобрил закон, который устанавливает приоритет российского законодательства перед международным. Теперь у нас Конституционный суд будет решать, какие вердикты международных европейских судебных органов нужно исполнять, какие нет. Я предлагаю именно с этого начать вторую часть нашей программы. И сейчас мы прервёмся на рекламу и очень скоро вернёмся. Мы возвращаемся в эфир. Это программа «Особое мнение». Я напомню, что у нас в гостях сегодня Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес Информ». И меня всё так же зовут Юлия Афанасьева. Давайте поговорим про изменения Конституции, в частности, про закон, который устанавливает приоритет российского права перед международным. Вот наши с вами коллеги, журналисты из РБК пишут, что сделано это ради дела акционеров ЮКОСа, чтобы не платить 2 миллиарда евро. Я думаю, что это может быть и для этого сделано, но, скорее всего, не для этого. Для чего, по-вашему мнению? Я считаю, что, и согласен с таким мнением, что Европейский суд по правам человека периодически принимает решения, которые не совсем укладываются в понимание реальности тех или иных стран. То есть, то, что считается, например, во Франции правильным, не может считаться во всём мире правильным. И когда, значит, судьи, условно говоря, из Франции, Нидерландов, Германии принимают решение не по базовым каким-то ценностям, а, скажем, по каким-то ситуациям, связанные с Россией, например, то они вряд ли учитывают специфику России, они её и плохо понимают. То есть, нельзя принимать правовые решения только исходя из неких норм, абстрактных, написанных в тех или иных нормативных актах. Нет, ну подождите, а международное законодательство? А как мы все годы жили до этого? Ну, как жили? Жили так, что, значит, по каким-то вопросам исполнялись решения Европейского суда, а по каким-то не исполнялись. Нет, а если строгость законов компенсируется необязательностью исполнения, то зачем теперь это закреплять законодательно в нашей стране? Закреплять для того, чтобы вот это неисполнение, этому неисполнению можно было придать тех или иных решений европейскому, да, придать легитимность. Если конкретно по делу ЮКОСа, то европейцы ведь не понимают, как мы в России относимся к ЮКОСу. То есть, мы, например, все, практически, я считаю, что большинство, конечно, ну, у каждого свое мнение может быть, но лично я, я отношусь, значит, к Ходорковскому, как к ЮКОСу, к людям, которые ограбили, так сказать, собственно говоря, в страну, и с использованием механизмов, которые вместе с Чувайсом они придумывали, механизм залогов, аукционов, просто преступным путем присвоили богатство страны. И для меня вопрос возврата акционерам ЮКОСа, значит, каких-то сумм вообще не стоит. Но европейцы-то не исходят из исторического, как бы, понимания России или из политического понимания, там, моего, например, этой ситуации. Они исходят, ага, а что это было на момент, вот, значит, рассмотрения этого дела, там, в российских судах, условно говоря. Это было, значит, ЮКОСа. Ну, раз это было ЮКОСа, то в отношении ЮКОСа нарушены, там, значит, какие-то нормы Европейской Конвенции по правам человека, связанные с собственностью. Вот, собственно, в чем ситуация, как бы, состоит. Ну, я-то хочу сказать, что нельзя исходить тупо из норм. Потому что, когда, это ведь присуще даже, то есть, это называется формальный подход к нормам, установленным. А формально-то подходить нельзя. То есть, вы имеете в виду, что в Страсбурге формальный подход? Да, но формальный подход, он господствует и в России среди судей. Потому что я тысячу раз встречался, значит, в ситуации, когда судья просто формально использует нормы закона, формально, потому что неохота вникать. Потому что он не думает о человеческих судьбах под принятие этого решения. И думает о том, какие последствия будут влечь его решение. Но закон не позволяет такое решение принимать. Он берет, тупо принимает это решение. Мы с вами здесь говорили о разных темах. О экономических, когда человек сегодня сидит в тюрьме за то, что якобы миллион 163 НДС присвоил у государства, недоказанным обвиняем. И сидит реально. И в то же время, значит, человек, который 8 миллиардов присвоил государственных, уже на свободе гуляет и все, что угодно, чем угодно занимает. Или мы с вами обсуждали здесь вопрос, например, нашего известного Гурбанова, который на сегодняшний день между небом и землей находит. Только потому, что судьи приняли формальное решение. А другие судьи для того, чтобы очистить честь мундира, поддержали это решение. Понимаете? Азиз Ильич, в нашей стране есть главный закон, именуемый Конституцией. И вот в этой самой Конституции, черным по белому написано, я специально нашла в интернете, статья 15. О том, что... О приоритете международного права. Совершенно верно. О приоритете международного права в Российской Федерации. Да. Как такое возможно? В главном, основном законе страны написано одно. И в этих условиях Совет Федерации принимает другое решение и дает российскому законодательству... Смотрите, решение европейского... То есть, когда мы заключаем договоры международные, то там есть определенные нормы, и я думаю, что эти нормы, связанные с международным договором, будут исполняться. Когда дело касается решения судов, а решение судов – это всегда есть интерпретация международных договоров. Или других норм. Даже у нас... Предлагодательство, интерпретация, сколько угодно. И на самом-то деле получается, что мы не с международными договорами не соглашаемся, а мы не соглашаемся с интерпретацией этих договоров. Вот, собственно, я думаю, что именно такое обоснование и будет. Ну, то есть вас... Не смущает. Не коробит, что в данном случае пошли против Конституции. Я понимаю, что опять при формальном подходе к этому решению Конституционного суда у нас могут быть совсем нехорошие последствия. Ну, так они могут быть при любом случае. Так, ну хорошо, у нас с вами осталось буквально три минуты. Давайте, знаете, что с вами коротко обсудим. В общем, в буквально последние две недели состоялось в Кирове два судебных решения, ну, по моему мнению, достаточно знаковых. Во-первых, 4 декабря в областном суде было принято решение о том, что дом на улице Казанской, 24, не будет десятиэтажным, то есть там об ограничении этажности. И еще областной суд рассмотрел дело о продаже земли в Парке Победы. Я говорю о земельном участке 4 гектара, который, по мнению прокуратуры, мэрия незаконно продала ООО Кировский завод охотничьего рыболовного снаряжения. Так вот, суд областной встал на сторону прокуратуры и признали сделку незаконной. Вот эти два решения, в общем-то, они достаточно знаковые по моему мнению, потому что рядом со здравым смыслом и рядом со справедливостью. Вот как Вы считаете, это сигнальчик какой-то или у нас есть установка из Москвы? Что это? Ну, я думаю, что вряд ли это установка из Москвы, но то, что это... и вряд ли это на сегодняшний день тенденция. То есть, это два, ну, просто отдельных решения. И Вы правильно сказали, что это решение очень близко к здравому смыслу и справедливости. Я полностью с Вами согласен. И я считаю, что не надо в центре города, в исторической части строить здания высокие. Ну, просто полбеды, надо, не надо, это не по закону. Не надо. Суть в том, что по закону, не по закону, не надо этого делать. Потому что у нас иногда бывает много чего по закону, но тоже не надо делать. Вот. И что касается парка, тоже не надо, так сказать. Если это всё-таки парк, то пусть это остаётся парк. Да. Но будет ли это тенденцией, что будет тенденцией? Что областной суд начнёт реально, неформально с подачей прокуратуры или самостоятельно, неформально рассматривать и отменять дела, значит, принятые первой инстанцией, исходя из принципов справедливости и здравого смысла, если это станет тенденцией, я думаю, что все жители города будут судьи областных носить на руках. Я хочу, чтобы это стало тенденцией. Вы не считаете, что это, например, некая установка из центра, не провоцировать социальную напряжённость и так далее? Я думаю, что это вот не то, что проснулось, а судьи проявили, я думаю, что кроме того, что они действовали в рамках закона, они ещё и проявили себя как, скажем, как жители. Если честно, когда эта статья появилась, я глазам своим не поверила, я перечитала её два раза на предмет того, правильно ли я поняла на самом деле. То есть, вот видите, вы тоже рады. Наверное, можно и судей поспрашивать. Я очень рада. Мне на самом деле интересно, чем вся эта история кончится, особенно с земельным участком в Парке Победы. На самом деле интересно посмотреть, как это всё будет дальше развиваться. Ну, давайте вот ещё в конце программы про нормы ГТО коротко вас спрошу. Как вы относитесь? Давайте не будем про нормы ГТО. Не будем про нормы ГТО. Почему? Потому что, ну, это вообще, считаю, что неважный вопрос. Неважный вопрос. Несистемный вопрос, да. И выдернутый только, не знаю, некая компанейщина, которая просто меня иногда возмущает. Пенсии. Да, пожалуйста. Пожалуйста, хорошо. Заморозили накопительную часть пенсии, теперь уже на 2016 год. Заморозка у нас третий год как временная. Смотрите, это тоже экономическая политика, это тоже не социальная политика. То есть, это тоже неправильная экономическая политика. То есть, если просто там говорить, например, ну, для меня накопительная не существовала уже тогда, когда тихо-тихо, значит, было принято решение о том, что люди моего возраста не могут накапливать себе пенсию. То есть, это было, по-моему, лет 12 назад, что ли, было принято такое решение. А, то есть, получается, эта история про заморозку конкретно вас не касается? Конкретно меня не касается, потому что у меня... А вот конкретно меня касается? Вас касается, потому что мою накопительную отняли где-то лет 10 назад. Лет 10 или 12. Тогда нас было мало, выступать было некому, и все было тучные годы, и всем было хорошо. Ну, и для меня тогда было ясно, что, ну, не было пенсии, и не будет, видимо, так сказать, приличной пенсии. Вот. А вопрос-то о том, что... Вопрос-то заключается в том, что это неправильная экономическая политика экономических властей. То есть, они неправильно видят ситуацию, понимаете? Они ищут деньги, фактически, ну, отбирают деньги у других людей, а они должны их зарабатывать, а зарабатывать-то они не умеют. У них, видимо, в голове только две операции – вычитание и деление. Отнять и поделить. Ну, вот смотрите, 342 миллиарда они таким образом планируют, я даже не знаю, какое слово подобрать, сэкономить или, в общем, получить. Эти деньги будут заплачены в виде пенсии, ну, существующим сейчас, живущим сейчас пенсионерам. А как Вы считаете, вот мы, люди, у которых эту накопительную часть пенсии таким образом сейчас заморозили, когда-нибудь вообще увидим эти деньги? Вы вот почему мне этот вопрос задаете? Вот, значит, у нас есть Полицсовет Единой России, который господствует в Госдуме и в Законодательном Собрании. Если Вы меня спрашиваете, увидим или не увидим, я же Вам ответил. Я, например, для себя уже решил, что не было ее нормальной пенсии и не будет. Нет, и не будет. Не будет, все. Вы хотите, чтобы для Вас, я сказал, ну, для Вас давайте тоже скажу, что и у Вас тоже не было, и не будет. Успокойтесь, и у Вас не будет. А хотите спросить, почему они так делают? Вот спросите несчастную Единую Россию, которая принимает тупые, никакие законы. Депутаты у нас, значит, которые представляют нас Кировскую область, они фактически не нас представляют. Они там отдыхают, кайфуют, получая по 450 тысяч рублей в месяц. Я думаю, что, в принципе, Государственную Думу можно спокойно сократить. Пусть президент и правительство работают. Зачем нам содержать такую армию дурмоедов? Ну вот, кстати, недавно Кирилл Черкасов был у меня в эфире, сказал, что не получают они 450 тысяч, а получают меньше. 420, видимо, Черкасов получают. Ну, в общем, ладно, не будем считать чужие деньги, это была ремарка. Я благодарю Вас за Ваше особое мнение и напомню, что у меня в эфире был Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес Информ». Спасибо Вам за эфир. Спасибо, до свидания. Программа для Вас вела Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания.